Я участвовал в одной замечательной программе, которая называлась «Моя жизнь сделана в России». Мы ездили по заводам нашим российским и смотрели, что у нас еще делается. Был так поставлен вопрос, ну, мол, неужели у нас что-то могут производить? Могут! Я был на замечательном заводе в Брянске, который делает велосипеды. Не только велосипеды, причем велосипеды делает не как вот привозят из Китая запчасти, а мы их собираем. Нет, из куска металла сворачивается труба, из трубы варится рама. Все делается с нуля, не только велосипеды, квадроциклы и снегоходы. Я это видел все своими глазами. Мы были на замечательном заводе зубной пасты «Сплат», не только зубная паста, а там все, что касается гигиены рта. И этот завод, мы были на нем, мы видели, как это все производится, мы видели эти станки. Прекрасное производство, замечательное. У меня сейчас вся ванна заставлена этими тюбиками. Есть производство, можем делать, но главное здесь не станки и не технологии, а люди, которые за это берутся, это делают. Вот как только у нас исчезнут люди, которые мотивированы на хоть какую-то деятельность, исчезнет все остальное. А станки конкретное производство, здесь Китай, не Китай, какая разница? Вот втулка, например, вот в этом велосипеде, пока производится в Китае, но они могут делать ее у нас. Но надо просто это захотеть, и производство перейдет сюда. А как в свое время этот руководитель завода захотел, этот завод поднял просто из руин. Что касается, например, еще одной разработки, которую я видел, это уже ребята здесь делают в Москве, в институте. Маленькая такая вот камерка с интеллектуальной системой записи, которая пишет не просто все, что видит, а только изменения какие-то. Ее глотаешь, и через 8 часов у тебя получается полная картина твоих внутренностей изнутри. То, что называется гастроскопия, но такая насквозь. Очень хорошее медицинское оборудование, диагностическое. Тоже придумали у нас, и сделали, и разрабатывают. Вопрос только в желании и возможностях. Со стороны государства должна быть поддержка хотя бы в том, чтобы не мешать. А со стороны этих людей должно быть желание действительно сделать какое-то производство, а не прийти на старый завод, распродать станки, разогнать людей, и потом это здание еще где-нибудь загнать по дешевке и свалить с деньгами за рубеж. Вот, собственно, и все. Как только у нас будет желание у производителя производить, все будет хорошо.